МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Бийск закрыт для въезда и выезда. Из-за непогоды движение в регионе ограничено с утра на 14 участках. У всех на слуху, готовы ли врачи региона к возможному появлению коронавируса? Эта профессия передается генетически. В 80-летие отмечает главный дирижер Барнаульского духового оркестра. Итак, Бийск закрыт для въезда и выезда в связи с непогодой. С утра движение ограничили на 14 участках региональных трасс. В этот перечень попали трассы от предгорных районов до Республики Алтай, от пограничных муниципалитетов до Кузбасса и Казахстана. Чуйский тракт от Троицкого до Бийска. А вот Чуйский тракт от Барнаула до Троицкого закрыт для автобусов и грузовых автомобилей. На территории края продолжаются метели. Этой ночью снегопад пришел в краевую столицу. А вот в степных районах он не прекращается уже неделю. Так за ночь по Олейской трассе эвакуировали 10 машин. Особенно сложная сейчас ситуация в Зминогорском районе. Там пробивают дороги до небольших населенных пунктов с помощью тяжелой техники. Но все безуспешно. Ветер тут же наметает сугробы. В отрезанных населенных пунктах уже говорят о дефиците продуктов и лекарств. Обстановку курирует лично краевой министр транспорта Александр Дементьев. Если возникает ситуация, которая у нас грозит тому, что у людей заканчиваются продукты питания, в ФАПе заканчиваются лекарства, значит максимально стараемся до этого населенного пункта дойти. Докуда мы можем. Если доходим до него до конца, хорошо. Если нет, тогда связываемся с МЧС и дальше откуда не можем, там перебрасываем тремя, восьми, десятью рейсами на снегоходе. Между тем, Алтай-Автодор заявляет о планах очистить все дороги края до выходных, пока снег рыхлый. Ведь следом за метелями в регион идут морозы. В плену непогоды сегодня оказалась и наша съемочная группа. Журналисты рано утром выехали в Шилоболихинский район, чтобы подготовить материал о том, как в таких условиях выживают дикие звери. Правда, сразу несколько машин застряли в снегу. Итак, мы на полпути между Шилоболихой и пустотой. Кто там в Москве соскучился по настоящей зиме, по снегу, приезжайте к нам в Сибирь. Вы заодно поможете, наконец-то, откопався уже второй час в сети. Спустя время машину удалось вытащить и пересесть на снегоходы. Это значит, что съемкам быть, хотя и с опозданием. Переходим к другой актуальной теме. Через посылки и предметы подхватить смертельный коронавирус невозможно. Этот факт сегодня подтвердили в региональном Минздраве. Специалисты рассказали, что коронавирусы ранее уже регистрировали. Вспышки заболеваемости были отмечены дважды – в 2002 и 2012 годах. Тогда количество заболевших исчислялось десятками тысяч. Инфекцию победили. Вирус, который распространяется по планете сейчас – новый вариант коронавируса. Он циркулирует в популяции животных. От змеи, летучих мышей перешел к людям. Передается, как обычная простуда, воздушно-капельным путем. На сегодняшний день вирус унес жизни 132 человек. В Алтайском Минздраве подтвердили – в России людей, подхвативших опасную инфекцию, пока нет. В стране, а также у нас в регионе усилены меры профилактики. Туристов тщательно осматривают по приезду из-за границы. Выясняют, откуда они прибыли и был ли контакт с носителем болезни в течение двух-трех недель. Специфических, характерных именно для болезни, вызываемых этим вирусом, симптомов нет. В целом, эта клиническая картина очень схожая с универсальной картиной, характерной для многих ОРВИ. Это кашель, это может быть сухой кашель, это может быть кашель с мокротой, это повышение температуры тела, это признаки интоксикации, это может быть одышка, это чувство сдавления за грудной клеткой. Если пассажир подозрительный, его анализы отправляют в новосибирскую лабораторию, а алтайские медики отмечают, повода для паники нет, пока жертвами коронавируса остались лишь 2,5% от общего количества заболевших. Статистика гибели от обычного гриппа куда более печальна. Кстати, с сегодняшнего дня в Алтайском крае из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом ввели карантин. Распоряжение подписала главный санитарный врач по Алтайскому краю Ирина Пащенко. Это значит, что массовые мероприятия в общественных местах не проводят, в школах, детсадах ежедневно проверяют количество детей. Если в группах отсутствует более 20% от общего числа, занятия отменяют. В магазинах, аптеках и медучреждениях введен масочный режим. Продолжаем выпуск. Треть депутатов Думы Бийска вновь попалась на недостоверных сведениях в декларациях за 2018 год. Правда, по сравнению с прошлым нарушений меньше. Имена нарушителей не называет ни прокуратура, ни городская дума. А сами депутаты, в том числе и лидеры фракций, пояснили, что им не рекомендовали распространяться на эту тему. Впрочем, как нам стало известно, в списке прокуратуры есть представители почти всех партий. Ситуацию прокомментировал председатель Думы Бийска Сергей Ларейкин. Он скрывать не стал. Его декларацию правоохранители также признали неполной. Не скажу, что без вины виноваты, но вопрос в том, что есть просто технические ошибки, к которым нужно прийти с пониманием. А есть, понятно, что если не указал 24 прицепа и 10 квартир, то, наверное, все-таки здесь речь идет больше об умысле, либо о небрежном отношении к составлению. Теперь каждый конкретный случай рассмотрят на комиссии, которая будет состоять из семи человек, и по ее итогам на ближайшую сессию вынесут вопрос об ответственности. В Думе поясняют, наказывать декларационных нарушителей будут уже по новым правилам, где помимо исключения из депутатских рядов есть более щадящие меры. Например, просто предупреждение. К новостям культуры, заслуженному деятелю искусств России, главному дирижеру Бурнаульского духового оркестра Владимиру Клименко исполнилось 80 лет. С маэстро встретилась Полина Жданова. Говорили о музыке, ни слова о личном. Выбора, кем стать, у Владимира Степановича не было. В семье много музыкантов. Чувство ритма и хорошее образование – главное в профессии дирижера, говорит Клименко. Помимо, конечно, ряда человеческих качеств. Терпение. Потому что лишние эмоции, лишнее какое-то движение направлено на ненужную требовательность. Это усидчивая, повседневная работа. Педагог, общественник, пропагандист в духовной церемониальной музыке. Владимир Клименко успевает все и везде. Именно он создал на базе местного МВД военный оркестр в далеких 60-х. А после основал и Барнаульский городской оркестр, которым руководит уже 30 лет. Старается передавать все свои знания и опыт молодым музыкантам. Но говорит, что они способны учиться и без его советов. Молодежи современной мне посоветовать уже становится сложно. Почему? Потому что она опередила, современная молодежь уже, вот наше возрастное представление, возможности наши на несколько лет вперед. Молодежи сказать своему внуку, я могу посоветовать, чтобы он был настойчив, чтобы он выбрал уже сейчас профессию, которая пойдет по жизни. Из 80 лет жизни Владимира Степановича большая ее часть была отдана музыке. У дирижера есть и другие увлечения – охота, рыбалка, садоводство во втором плане. Дети и внуки – почти все музыканты. Эта профессия, шутит Владимир Степанович, передается генетически. К слову о музыке, в честь 80-летнего юбилея своего руководителя Барнаульский духовой оркестр организовал концерт с участием ведущих солистов и хоров Барнаула. Поэтому можно будет поздравить дирижера с праздником сегодня, прямо во время его работы. Полина Жданова, Алексей Фризин, День с толком. Нашлось место и новостям из мира спорта. Реальной работы станет больше. Так Петр Кобзаренко комментирует предложение возглавить спорткомитет Барнаула. Предложение он примет. Говорит, на новом месте сможет самостоятельно решать важные вопросы. Начать планирует в том числе с вовлечения в спорт людей среднего и старшего возраста. Большая есть такой пласт работы по частному партнерству с бизнесом созданий и способствует созданию открытий спортивных клубов. Фитнес, скорее всего, клубы. Тренажерные залы не так сейчас как бы привлекают, а фитнес. Очень большая категория людей посещает фитнес, велес, группы. Более доступно и в свободной форме можно людям заниматься. Шаговая доступность. Кроме того, в планах Кобзаренко на новой должности провести реконструкцию и ремонт спортивных сооружений. А еще он обещает больше городских мероприятий. Поздравлять с переводом его можно будет в четверг. Именно тогда должен состояться разговор с министром спорта. В завершении выпуска добрая и милая история. Лисенка. Приютила она время, а семья из камня наоби. Маленького зверя люди обнаружили у себя в сарае. Он еще маленький. Маленький. Ты как сюда зашел? Как рассудили хозяева, животное забежало в сарай, прячась от собак. Выгонять зверька не стали. Наоборот, подкармливали. Испуганный лисенок не покидал помещение, а даже пытался зарыться в зерне. Спустя два дня каменцы поймали животное, отвезли его за карьер и выпустили на волю. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.